Всем приветики! Привет! Это рубрика «До и после» или «Что скрывает глянец?» Вот, пожалуйста. Makeup, no makeup. Я решила, что макияж с красивейшей обложки журнала Glamour за июнь это идеальный летний макияж. Вот идеальный придумать нельзя. Он такой весь сияющий, весь такой прям секси. И, конечно, мы будем с вами ориентироваться больше не на сам макияж с обложки, потому что не призываю вас облепляться переводными татуировками с ног до головы. Как минимум, потому что это очень сложно отмывается потом. Я бы больше сделала ставочку именно на внутреннюю историю, вот эту вот, где, ну, если вдруг кто-то не видел, дайте похвастаться. Очень красивая съемка в красивых костюмах, и все такое блестит, и все такое секси, и мейки волосы очень носибельные, поэтому будем делать его. Итак, поехали. Первое, что сделаем, это мыть, потом добавим волосы. У меня здесь третий день после мытья, это, знаете, самая большая проблема была в этом макияже. Додержать свою голову до третьего дня после помывки, потому что в моей жизни столько укладок и столько причуствок, что даже и как-то и не помыть голову не получается все время. В этом есть какая-то необходимость. Ну, поехали. В качестве праймера у нас будет здесь Fix Plus MAC. Он вот здесь, не знаю, лимитка или не лимитка, но, в общем, наконец-таки догадались в него бахнуть пигментом ванила, я предполагаю. Я сама практиковала это, и вот он все-таки вышел такой в тираж. Он будет у нас в качестве легкого такого прозрачного праймера, плюс легкое сияние, которое он сейчас даст коже, оно прям в тему. Я его чуть-чуть втираю, чтобы он не высыхал на поверхности, потому что нечего влаги высыхать на поверхности, это сушит. И вот пока он еще не высох полностью, и личико чуть-чуть влажное, я возьму парочку палеток Cinema Secrets, это тот тон, который был использован. Мягкую кисть. Это старая коллекция Urban Decay. Сейчас они уже совсем другие, но вот эта кисточка мне очень нравится. В общем, это просто мягкая, скошенная, синтетическая кисть. Я вот так вот бодренько, видите, устраиваю месиво. И прям очень легкими движениями пробегаюсь по всему лицу. Здесь нет задачи сейчас выровнять тон, задача создать некую такую базу для дальнейшей работы. У меня, как видите, немного загар дачника, точнее, загар серфера-новобранца. И вот по гидрокостюму, и вот и руки, в принципе, тоже по гидрокостюму. Они немножко сильнее загорели, поэтому я больше буду набирать светлого, чтобы чуть-чуть компенсировать этот темный пигмент и сравнять оттенок лица с оттенком шеи. Таким образом мы корректируем мелкие всякие там цветные переходы, чуть-чуть выравниваем тон лица. В целом, кстати, вот для повседневного макияжа этого и достаточно. Каплю консилера еще добавите и все. То есть для тех, кто думает, что Cinema Secrets это исключительно плотные палетки тона для профессионального использования, вот и нифига. Это лучшее средство с эффектом фотошопа для лица. И если вы наносите его по влажному праймеру, еще не впитавшемуся, или увлажняющему спрею, он просто супер круто растушевывается, очень тоненько. И при этом действительно как будто бы лицо уже отфейстюнили. Далее возьмем еще одну синтетическую кисть, уже поменьше и более упругую. Это NYX у меня. Номера никакого на ней нет. Прикольная небольшая кисточка для всего. И берем... Сейчас покажу вам уродца, не смейтесь. Это показатель того, что продукт хороший и любимый. Вот он, дырявушка. Это кремовый корректор Tom Ford. Его чуть-чуть совсем набираю. И давайте здесь немножечко порисуем скулы. Очень мягкими движениями. Ничего нового рисовать не планирую, просто подчеркиваю то, что есть. Если у вас щеки, я вам тоже настоятельно не рекомендую пытаться нарисовать на них скулы. Обычно только заметнее щеки становятся. Подчеркните немножко вот этот рельеф. Все, этого будет достаточно. Для лета такие кремовые текстуры, они, наверное, самые оптимальные. Мне очень нравятся. Может быть, не обязательно такой дорогой продукт выбирать, потому что, ну, Tom Ford, это дорого же, понимаете почему? Потому что вот за этот звук мы все с вами партыш заплатили. Это как, знаете, багажник у Rolls-Royce закрывается. Вот с таким же звуком. Не уверена, что сопровождение багажника Rolls-Royce всем необходимо. Можно и без него как-нибудь обойтись. В целом там в масс-маркете сейчас очень много прекрасных корректоров. В общем, один такой. Заимейте себе. Я немножечко подчеркиваю боковые поверхности лба по линии роста волос, потому что у нас волосы будут убраны назад. У меня лоб достаточно высокий, поэтому мне нужно здесь немножко скорректировать. Кстати, а волосы убраны назад. Если они у вас такие планируются, вообще независимо от того, этот макияж вы делаете или другая какая-то у вас будет идея, сразу делайте волосы назад. Потому что вы увидите здесь светлые углы, и их тоже нужно будет немножечко проработать. Иначе будет видно, как будто бы вы, не знаю, криво нанесли автозагар. Вот видите, туда надо немножечко загнать средство, только аккуратнее. Вот у меня здесь, посмотрите, кисточка выглядит чистой. У меня практически на ней уже ничего не осталось. И я только какие-то вот прям мельчайшие частички туда растушевываю. Глазки обязательно. Вообще, начинайте макияж глаз с корректора. Вам потом все растушевывать будет проще. Я вам это уже не раз говорила. Сразу глаз выразительный становится. Он же выразительный становится не от стрелки, а от того обычно, что рядом с ней. Это проработка складки верхнего века, коррекция глаз. Вот это то, чем мы и занимаемся с вами сейчас. Плюс кремовое средство, знаете, с ним перестараться реально сложно. Если набираете его по чуть-чуть, набираете его кистью, у вас получится очень мягкая коррекция. При этом вы ее сможете всегда добавить, вот как я сейчас. Или дотушевать и смягчить. Вот смотрите, чтобы скулы слишком не уходили вниз, особенно если лицо худощавое. Вот финальным движением немножко закрутите свою коррекцию вот сюда. Вот если бы вы здесь кругляшок рисовали, только вы вот в этой части проводите, а здесь уже кисть опускаете. Отпускаете. Вот так. Таким образом личка и вообще весь тонус немножечко так приподнимутся. Двигаемся дальше. Еще немного набираем корректора. Только теперь я беру уже плоскую кисть. Это обычная кисточка как для нанесения тона. С ее помощью немножечко мы сделаем уже носик. Он так будет фатогеничнее. Следите только, чтобы у вас полосок не было. Аккуратненько с носом. Чуть-чуть под губой, чтобы она такая более вывернутая получилась. И уголки. Тогда чуть-чуть побольше будет рот. Ужасно звучит. Хотите больше рот? Затемняйте в уголках. Дальше. Ваше сиятельство. Yves Saint Laurent. Легкий такой полупрозрачный и при этом сияющий кремовый хайлайтер. Из линейки Тушекля знаменитый. Вот наносим на скулы. Вот такие движения запрещаются. Только чпоньк-чпоньк-чпоньк. И под бровь уходим. И немного даже вот над бровью. Над губой. На подбородок. Нам надо создать эффект, как будто мы с вами на Мальдивах. И нам хорошо. Кожа должна быть просто супер сияющая. И сияющая именно от своего визуального здоровья. Я надеюсь, что она, конечно, у вас и так неплохо выглядит. Давайте чуть-чуть на спинку носа. Если нос длинный, только по центру. И на внутренние уголочки глаз. Получилось прям, видите, как красиво. Консилер. Следующий этап, который нам необходим. Потому что заметно уже вот эти темные круги. Сами они с лица не уйдут. Их только изгонять с помощью консилера. Нарс очень плотный. Очень классно растушевывается. Вообще, наверное, прям маст-консилер вот за последнее время впечатливший, но очень сильно. Сами знаете, какая беда вечная с этими консилерами. Я вам покажу что-нибудь. Вот снимут с производства. Вот и стиллаудер сняли с производства. Мой любимый консилер плотный. Вот я теперь Нарс люблю. Опять же, с другой стороны, есть возможность найти альтернативы. А так бы пользовались все время одними и теми же средствами. Никакой эволюции косметической. Я только на подглазное пространство наношу и слегка втушевываю консилер. Боковые поверхности корня носа проверяйте. Это вот здесь, если что, вдруг кто не знает. Потому что здесь самый основной синий чище. На верхнее веко можете нанести совсем чуть-чуть. Вот можете себе представить. Ой, ну вот пальцы в консилере надо вытереть обо что-то. Вытирайте об глаз. Вот, пожалуйста. Вместо салфетки используй свои глаза. Броуи. Я беру Биллион Доллар Броус, огромную палетку. Как видно, тоже любименькую. Она такая немножко с дырочками. Вот, к сожалению, появилась информация, что Биллион Доллар Броус закончили свой дистрибуционный контракт в России. И больше их не будет. Очень жаль. Пока я ничего нового из бровей не полюбила. Как полюблю, сообщу. Вот. Но я прям в расстроенных чувствах. Потому что это вот тот редкий случай, когда в бренде было мало позиций. Все по делу. Я опечалена. Если вдруг кто-то ищет бренд на дистрибуцию, дорогие дистрибуторы, то, пожалуйста, будьте добры, верните на рынок Биллион Доллар Броус. Потому что это хоть и немножко олдскульный бренд, но очень-очень-очень качественный и классный. И кисточка вот этой для бровей. Она прям у меня самая любимая. Здесь мы двигаемся по какому принципу? Я беру более темный относительно своих бровей, но при этом буду наносить тоненькими-притоненькими штришочками. Цвет, который я беру, называется Тауп. Я о нем неоднократно вам говорила. Таупе пишется. Это такой серо-бежево-коричневый. Что бы это ни значило. И мы с вами в моей любимой технике по волосковой шуруем рисовать новые брови. Прям понемножку. Давайте поближе. Это дело не быстрое, но, знаете, оно того стоит. В принципе, это единственное, на что надо потратить реально время в этом макияже. И вторую бровь тоже самое. Делайте сначала по чуть-чуть вообще. Немного одну бровь, немного вторую. Успеете добавить. Особенно, если вы пока с волосками не в ладах, лучше по чуть-чуть. Следите, чтобы брови при этом оставались у вас аккуратные. Если вы чего-то там сильно намазюкали, возьмите кисть, наберите на нее немножко консилера и вот здесь вот почистите. Зафиксируем гелем для бровей. Это у меня Айка. Полупрозрачный оттеночный гель. Такой немножко влажный эффект он дает. Мне очень нравится. С бровями все пока. Давайте глазки накрасим. И с глазами, кстати, все вообще предельно просто. Потому что основной акцент это красивая кожа и брови. Это, кстати, супер тренд. Вот прям тренд номер один. Можно сказать, тренд основа, поверх которого уже все рисуется. У меня Estee Lauder палетка, офигенная вот эта с нюдом, ничего лишнего. Такой темно-фиолетовый, который всем красиво сделает цвет глаз. И проходимся просто по складке. Достаточно широкой кистью уводим вот сюда к носику. Обязательно, иначе глаз маленький будет. По складке. Потом разворачиваем кисточку и ведем к вискам. Достаточно высоко поднимаемся к брови. И просто к бровям он уже такой должен быть мягко растушеванный. Это MAC кисточка 224. Сто раз вам я показывала. Для растушевки всего, чего вы только захотите. Хоть консилера, хоть теней. Еще раз, да, вот здесь. Прямо от брови опускаем к носу. Вот этот уголок прорабатываем очень тщательно. В целом, можете любые серо-бежевые, такие пыльные немножко тени брать. Нижняя. Для этого тоже возьму мягкую кисть, но уже чуть-чуть поменьше. Нижняя достаточно широко подчеркиваем. Можете прищурить глазки. Вот всю выпуклую часть затемнить. И этой же кистью я возьму чуть-чуть темно-фиолетовый. И как бы в глубину добавлю рисунка. Здесь с этим затемнением ситуация такая. Чем светлее ваша кожа, тем меньше вам нужно затемнение. Чем вы смуглее, тем вам такого фиолетового можно добавить и побольше. Потому что на вашей коже он не будет контрастный. Не будет заметен. И широкой кистью растушеваю. В качестве хайлайтера я возьму наш, собственно, уже использованный кремовый хайлайтер, чтобы получился легкий влажный эффект. Если что-то из-за этого где-то подскатается, даже и классно будет. Потому что слишком филигранный макияж не актуально. Не должен макияж выглядеть, как будто вы ну очень уж сильно старались. И давайте ресницы накрасим. У меня здесь Dolce & Gabbana. Классная подкручивающая вот эта у них тушь. Она красивые делает реснички. Такие тоненькие, длинные, подкрученные, разделенные. То, что надо. Слишком объемные ресницы здесь не нужны. Если вы посмотрите саму съемку, там на некоторых кадрах вообще не накрашены ресницы. Я немножко совсем темными тенями пробегусь по контуру к верхнему. Чуть-чуть совсем. Достаточно. Теперь я еще немножко пробегусь по тону, чтобы чуть-чуть центр лица посильнее подтонировать. Очень легкие движения, чтобы никакую нашу коррекцию не смазать. Румяна. У нас тут на съемочке были Герлен. Такие вот румянацы. Это Rose. Я прям крупную кисть беру и чуть-чуть их наношу. Так, вот здесь переборчик немножко. Давайте растушуем. Остатки румян чуть-чуть разносим по всему лицу. Даже в глазки чуть-чуть добавим. И даже чуть-чуть на губы. Далее пудра. Рассыпчатая. Берем Givenchy. Мягкую кисть. И немножко, ну так знаете, больше центр. Припудриваем. Чтобы не было жирного блеска. Но и сияние очень важно, чтобы не пропало. Оно, видите, остается, но оно чуть-чуть изнутри. И можно еще раз пробежаться по коррекции. Это Smashbox у меня. Палитра для контуринга. Из набора, который мы с ними делали. Самая любимая. Ну и, конечно же, ваше сиятельство обязательно нанести на ключицы. Я тут, видите, старалась нарядиться так же, как на съемке. Костюм мужского кроя. Волосы давайте шустро сделаем. Вам, в принципе, кроме чуть-чуть грязноватой головы и геля легкой фиксации, ничего ей не понадобится. Можно это сделать водой, но водой неудобно, потому что она высыхает и потеряется форма. Я взяла давенис. Гели, они обычно очень сушат голову. Давенис в данном случае такой, наверное, наиболее ухаживающий вот этот гель. Как соплями какими-то мажешься. Но эффект классный. И я только у корней прорабатываю. Здесь у корней надо помазать. То есть по всей голове вам нужно распределить гель, ну, сантиметров на 10 от корня. Остальное просто вот руки, как полотенце. Все, и хватит. И что вы делаете? Вы зачесываете пальчиками назад, а потом немножко пододвигаете вперед. И раскладываете. Не знаю, видно вам что-то или нет, потому что мои волосы сливаются с моей полкой для обуви. Ну, в общем, в целом это такой простой, быстрый варик. Как сделать мне чистую голову прекрасно стильно-сексуальной? На губы чуть-чуть карандашик. Вообще вот еле-еле занятно. Это Maybelline's Gigi Hadid. Очень красивый карандаш. Я его больше для коррекции губы в данном случае использую. Из меня нет цели сделать контур. Есть цель немножко изменить форму, сделать губы побольше. Пальчиком растушуем, и все. И бальзам. Финальный штрих. Еще немного фиксатора. Чтобы все сиятельство засияло еще сильнее. Все. Всем настоятельно рекомендую носить пиджаки мужского кроя с бельем. Мне кажется, что это круто. Очень женственно, очень секси. При этом не вызываешь чем. Мейк, по сути, супер простой. И если не отвлекаться на болтовню, вы его вообще будете за 2 секунды делать. И как повседневный вариант, и как просто классный какой-то такой солнечный нюд, вам, кажется, очень даже пригодится. Если хотите, добавьте еще кремовых теней блестящих на подвижный век, тоже будет классно. Можно добавить что-то цветное, например, какую-нибудь изумрудную обводку, тоже летом актуальную, или какую-нибудь голубую с металликом. Можете выбахнуть сюда яркие губы какие-нибудь глянцевые, красные, тоже будет очень красиво. То есть, по сути, это мейк основа для всех ваших дальнейших мейкап-экспериментов. Потому что к такой базе вы можете уже что угодно яркое прилепить, и это будет хороший акцент. И выглядеть это будет классно. Мы с Еленой Александровной пострашно хотим видеть, как у вас все это получилось. По-хорошему, чтобы быть прям true Елены Александровны, волосы нужно убрать в жакет. И, как вы понимаете, у меня, конечно, есть набор переводилок, но я, к сожалению, не смогу отмыться потом после этого. Потому что очень долго пришлось замачивать себя в ванной для того, чтобы оттереть это все. Я, как уже сказала, мы делаем с вами ставку на внутреннюю часть истории о вот этой вот дамы с волевым разворотом головы. Вот, всех целую, всем пока! И давайте выкладывайте свои мейки с обложки. Я буду смотреть и ставить вам лайки. Субтитры сделал DimaTorzok